Хедлайкер 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 Сегодня мы узнаем, кто заберет титул хит-леди, а кто из них уйдет с ринга лишь с вырванным клоком волос. Ханна или Юлианна Караулова? Загрузка первая Наша Аня громко плакала, когда появилась на свет в Чебоксарах в 91-м и поняла, что она не в Москве. Ну а что так повести может не каждому? Осознав это, юная Анна Владимировна поставила цель, что когда-то покорит этот город. Стала заниматься музыкой, а с шести лет ударилась в спортивные бальные танцы. Уже спустя семь лет девочка ощутила на вкус взрослую жизнь. Тренер Ани забрал ее в Москву, где поселил в однокомнатной квартире с двумя мальчиками. Одним из них был ее танцевальный партнер. А уже в 15 лет Анна Владимировна принесла свои первые плоды в виде кубков. Ставим лайк Ане за то, что в таких же личных условиях принесла она не что-то другое маленькое и живое. В отличие от Ханны, Юлианна Караулова при рождении должна была вообще не заплакать. Ведь появилась на свет она сразу в Москве. Но когда узнала, что ее родители никак не связаны с творчеством и всего придется добиваться самой, все же не заплакала, а закричала. Спустя четыре года крик превратился в пение. Переехав с мамой к отцу в Болгарию, малышку Юлианну родители отдали в музыкальную школу при посольстве России. Юную леди было уже не остановить. В 10 лет она получила свою первую грамоту за артистичность, а с 16 лет уверенно встала на сцену. Лайкнем Юлианну за то, что в Болгарии пробилась без руки помощи Филиппа Киркорова. Дизлайк Филиппу за то, что не заметил юные дарования. В 2007 году красотка Аня в очередной раз, полюбовавшись в зеркало, поняла, что пора подаваться в модели. С танцами завязала и одержала победу на медийном конкурсе красоты «Мисс Синема». Последующие награды не заставили себя долго ждать. Вскоре на свои спортивные кубки Аня стала вешать короны. Сначала получила «Мисс Чувашия» и в итоге добралась до «Мисс Россия». Но в топ-15 «Чувашка» так и не вошла. Лайк Хане за то, что уступила место. Ведь уступать его надо не только в метро. Переехав обратно в Москву, Караулова стала заниматься вокалом еще плотнее. Что и помогло ей стать солисткой девичьего трио «Ес». А уже в 2004-м девчата решили покорить «Фабрику звезд». Вот только кастинг прошла одна Юлианна. Выиграть на «Фабрике» у нее не получилось. Зато попала в новый коллектив – группу «Нецки». Но и это трио просуществовало недолго. Кидаем лайк Юлиане за веру в себя. Со своим мужем Пашу Аня познакомилась в Турции. Но не в путешествии, а на очередном конкурсе красоты, который она выиграла. А вместе с короной получила и сердце Павла. Несмотря на то, что на тот момент у Ханны был парень, это не помешало парочке вместе проводить время. А вскоре после случайной встречи в ресторане и вовсе сыграть свадьбу. Ставим лайк Ханне за правильный выбор. У Юлианы страстей «Дома-2» в жизни было не меньше. Сначала встречалась с коллегой по «Фабрике» Русланом Масюковым. Их фабричный роман закончился сразу после того, как ребята покинули «Звездный дом». Но кое-кого Юлиана с собой с «Фабрики» все-таки прихватило. Саунд-продюсера Руслана Черного. Да так прихватило, что его сердце ёкнуло, и он сделал предложение Юлиане прямо на съемках новогоднего «Голубого огонька». Только, как утверждает Караулова, свадьбы у них пока так и не было. Хотя, кто же их знает? Ставим лайк Юлиане за возможное умение тщательно скрывать штампы в паспорте. После свадьбы в 2015-м Пашу становится личным продюсером Ханны, не доверяя продюсировать её даже своему близкому другу Тимати. Мечты Ани о покорении большой сцены стали сбываться. Но поначалу ей сложно было смириться с темпераментом и требовательностью мужа в рабочем смысле. Лайкнем Аню за то, что выжила. В 2011-м Караулова успешно прошла кастинг в группу «Fivesta Family» и закрепилась в ней до 2015-го года. Ребята выпускали хиты, как мошенники печатают доллары. Раз в год, но очень метко. В коллективе Юлиане удалось по-настоящему стать знаменитой не только в России, но и за рубежом. Вот только делить эту славу с мужчинами, в итоге она не захотела и объявила о сольном проекте. Лайк Юлиане за тягу к развитию. Вскоре такие клипы Ханны, как «Мама, я влюбилась». «Мама, я влюбилась в него, всю себя ему я подарила, мама, я влюбилась в него, в него одного». «Потеряла голову». «Ты самая сильная славость, я без тебя задыхаюсь, с тобой я потеряла голову». «Амар Хаям». «Разбать мое сердце по краям, возьми в мою душу, паду тюжей». «Как писал Амар Хаям, никто другой, только лучший нужен». «И без тебя я не могу». Стали буквально разрывать музыкальные чарты и на сегодняшний день уже успели набрать более 10 миллионов просмотров. А в 2018-м певица выпускает свой первый альбом «Мысли», за что и получает лайк. После ухода из группы «Fivesta Family» Караулова тоже хитанула. Сначала клип «Ты не такой», который набрал пока рекордные для Юлианы 27,5 миллионов просмотров. «Лови меня каждый день, и я буду самой крутой. Люди вечно что-то говорят, но ты не такой, ты не такой». И космический трек «Внеорбитные», который также звучал из каждого утюга. «В миллион иглах смотрят на нас, делят на Венеру и на Марс. Мы наденем солнцезащитные, мы с тобой внеорбитные». На этом хитовая пластинка певицы пока остановилась. Но недавно Юлиана стала подопечной Яны Рудковской. А та своих в беде не бросает. Ждем от Карауловой новых хитов. А пока лайк за то, что не боится сниматься в откровенных сценах. При живом-то женихе. А может она его... Ладно, шутка. Тем временем вторая загрузка подошла к концу. Никто из девушек даже не думает уступать место друг другу. Пока ничья. Исход нашей битвы предсказать можно, конечно. Но так как пару лет назад я не прошел в Блэкстаре кастинг «Молодая кровь», двигаемся далее. В заключительной загрузке за звание хит-леди сойдутся Ханна и Юлиана Караулова. Лучшие фолловеры, приготовьте свои лайкомеры. Это финальная битва, в которой главными судьями будете вы. Юлиана Караулова. Просто нравится. Как певица и внешне. Я тогда ее не видел. Хана. Больше ее песен запоминают, чем Юлиана Караулова. Хана. Просто имя прикольное. Как в мультике Хана Монтана. Юлиана Караулова. Как-то я ее песни наизусть больше знаю. Да, но не петь не буду. У Ханы есть одна хорошая песня. Я была на ее концерте в клубе еще. Без тебя я не могу. Не знаю, как еще держусь. Все, больше я не помню. Достаточно. На этом песня заканчивается. Лайки подсчитаны. С минимальным репостом тяжелейшую битву выигрывает Ханна. Ее внешности позавидует любая красотка. От нее теряют головы половина мужчин нашей страны. У ее песен много имен, но фамилия только одна. Хит. Сегодня главной хит-леди становится она. Пока еще не Монтана, но тоже милашка Ханна. Хэдлайкер Продолжение следует... Продолжение следует...